Обеспечение качественного, безопасного и сбалансированного питания на базе учреждений образования – важный вопрос, внимание которому уделяется на всех уровнях государственной власти. Его всестороннее изучение и обсуждение возможностей для совершенствования работы в данном направлении стала основной повесткой совместного заседания на территории Жабинковского районного исполнительного комитета. Основная цель – это выработка механизмов, которые позволили уйти от тех моментов, которые сегодня негативно сказываются на качестве детского питания. Второй вопрос, который необходимо решать – это синхронизация действий всех заинтересованных при организации закупок продуктов питания с целью их удешевления, контроля качества и тем самым сбалансированного питания в учреждениях образования. Вопрос достаточно сложный, требующий комплексного подхода, мониторинга и контроля. Но председатель Жабинковского райисполкома подчеркнул, что для решения данной задачи были и будут задействованы все необходимые ресурсы и возможности. Наша задача с вами вместе предоставить в учреждение полноценное сбалансированное питание, обеспечившее правильное разностороннее развитие наших деток. Для решения этих задач и учреждения образования работниками центра, санитарными службами задействован целый ряд сотрудников. Штат у нас полностью укомплектован. Все это позволяет для того, чтобы обеспечить на должном это уровне. Кроме того, на заседании уделили внимание ходу реализации декрета президента республики о неотложенных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков. Остановились и на вопросах экологии и снижения нагрузки на окружающую среду. Сегодня мы работаем в Жироплакомском районе. Хотим предложить ряд экологических масштабных акций, которые связаны со знаковыми объектами. Это, конечно же, и увеличение процента озеленения, это, конечно же, обращение с коммунальными отходами, это, конечно же, и чистые реки, чистый водоем. Поэтому спектр и круг вопросов очень широкий. Мы видим понимание местных органов власти, которые идут навстречу и пытаются сделать все возможное для того, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. Практика совместных заседаний позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, взять на карандаш проблемные моменты и обозначить оптимальные пути их решения. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания «Буктово». Редактор субтитров А.Семкин